7 августа возле деревни Пирогова Торжокского района прошел день льняного поля. Гостями мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 20 регионов страны, заинтересованных в развитии льноводства, компаний, занимающихся выращиванием и переработкой льна. На открытой площадке была представлена выставка современных агротехнологий и достижений науки в области производства льна. Об успехах аграриев в этой сфере узнала Наталья Чекет. Одним из центральных экспонатов, актуальных в условиях пандемии, стал прототип инновационного медицинского комбинзиона изо льна. Материал, из которого он изготовлен, по словам создателя, обладает гигиеническими свойствами, при этом создает защитный барьер для болезнетворных микробов. Это двухслойный материал, внутренней части состоящие из медицинского льна, выращенного, переработанного, сделанного из нетканного материала, соответственно, в Тверской области. И с внешней стороны это мембрама дышащая. С одной стороны он дышит, с другой стороны обладает барьером и обладает прекрасными гигиеническими свойствами. Ткань производится из короткого льноволокна. Сначала происходит процесс катонизации, затем она полностью очищается до чистого, похожего на вату волокна, а затем отбеливается. Материал также можно применять для изготовления одноразовых медицинских и косметических изделий, халатов, рубашек, простыней. Материал может быть использован в течение 24 часов, затем подлежит утилизации. По мнению экспертов Тверской области, льноводство – одно из наиболее перспективных направлений растеневодства. Помимо презентации нового оборудования на мероприятии, аграрии обмениваются опытом и рассказывают, какие технологии применяют у себя на полях. Как уже сказал, мы применяем дифференцированную технологию, это когда раздельно, как уже говорил. Особенностью является то, что мы применяем оборачивание, потому что оборачивание необходимо, по нашему мнению. Это предотвращает преждевременное гниение, ну вообще гниение льно-тресты и сохраняет ее качество. Как минимум повышает качество льноволокна на два номера, может там даже и на три. Ежегодно посевные площади льна в Верхней Волще полномерно увеличиваются. Так, в 2017 году льном долгунцом засеяли более 4 тысяч гектаров, а в текущем году уже почти 6 тысяч гектаров. По этому показателю регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО. В поселке Славный Торжокского района планируется создать агротехнопарк в составе опытной экспериментальной площадки. Его главным направлением станет развитие новейших технологий в льноводстве, поддержка производителей страны, специализирующихся на льне. Речь также идет о создании производства, где планируется выпускать востребованную льноуборочную технику. Тем самым мы решим две важнейшие проблемы. Первая – это проконтролируем соблюдение агротехнологий, потому что вместе с техникой мы контролируем выполнение операций, консультируем всех производителей льна. По мнению губернатора Тверской области, Игоря Рудене, льон – это традиционная сельскохозяйственная культура для Верхней Волжи. В регионе достаточное количество земель, и сейчас идет активный ввод пашин в сельскохозяйственный оборот. А главная задача – обеспечить производство востребованной продукции, отвечающей европейским стандартам качества.